Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Меня зовут Акционова Юлия, и я подставляю вашему вниманию работу на тему применения портативных лазерных анализаторов для оценки влияния положения тела на капиллярный кровоток. Функциональное состояние и сбалансированность механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы – это одни из основных факторов, которые определяют устойчивость живого организма. При этом эволюционное развитие привело к адаптации кровеносной системы к прямохождению человека. И когда человек меняет положение тела в пространстве, то изменяются параметры его гемодинамики для того, чтобы способствовать поддержанию гомеостаза в конечностях и также обеспечить мозг достаточным количеством питательных веществ. Поэтому целью нашей работы было изучение реакции системы на капиллярный регуляции на изменение положения тела с помощью беспроводных носимых устройств для записи перфузии крови. В нашем исследовании мы использовали метод лазерной докторовской филометрии, о котором уже ранее рассказывал мой коллега. Я лишь кратко напомню, что данный метод основан на лазерном тонтировании тканей и анализе обратно отраженного излучения. На данном слайде вы можете видеть пример запись ЛДФ граммы. И также одним из преимуществ данного метода является возможность его использования для анализа влияния механизмов регуляции, как общей регуляции, например, таких как дыхание и сердцебиение, так и местных механизмов регуляции. В нашем исследовании мы использовали 6 носимых анализаторов для записи микроперкуляции крови. Во всех этих устройствах реализованы идентичные каналы для регистрации перфузии крови, а также акселерометр и датчик температуры для возможной компенсации каких-то температурных влияний на записи, либо для устранения двигательных дефектов. В качестве излучателя в данных устройствах используется вертикальный излучающий лазер длиной волны 850 нанометров и мощность его около 1 мВт. Данные устройства закреплялись в области бассейнах нонглазничных артерий с помощью эластичного бинта, а также закреплялись на запястьях и голенях испытуемого. В качестве выборки у нас участвовали 10 добровольцев условно-здоровых мужского пола, средний возраст которых составил 44 года. Для каждого положения тела, представленного на рисунке, проводилась 10-минутная фоновая запись кровотока. Сначала это было горизонтальное положение тела, затем вертикальное положение тела, когда голова волонтера находилась вверху, и также положение наклона, когда голова находилась ниже горизонтали на 15 градусов. Итак, перейдем к результатам. В области измерения ноутбу мы получили следующие данные. Статистическая значимая разница была выявлена только в нейрогенных и миогенных колебаниях. Это местный механизм регуляции при переходе из горизонтального в вертикальное положение тела. Прошу вас обратить внимание на показатели микрофиркуляции. Как вы видите, несколько чисто значимых различий, хотя немного данный показатель меняется. Это связано с тем, что мы измеряем в области лба кожную перфузию, и данная область питается той же артерией, которая питается головной мозг. То есть наш организм при эволюции адаптировался таким образом, чтобы при изменении положения тела поддерживать стабильное питание головного мозга. В запястьях мы уже видим изменение перфузии при изменении положения тела. То есть, когда запястье находится гораздо ниже уровня сердца, перфузия общая падает. И значимые изменения происходили при переходе из вертикального в положение наклона. Также значимые разницы были найдены в сердечных колебаниях и во всех механизмах местной регуляции, это эндотериальные механизмы, нейрогенные и миогенные. При измерении в голенях мы также увидели схожую реакцию как показателями микроциркуляции, так и общих и местных механизмов регуляции. Однако здесь не было выявлено значимых различий, хотя общая тенденция схожа. Давайте перейдем к выводам. Найденные нами значимые различия в анонсированных параметрах говорят о том, что при изменении положения тела действительно работают разные механизмы регуляции кровотока. При этом влияние механизмов регуляции кровотока на изменение положения тела в конечностях аналогично, однако в голове происходит другая регуляция, и мы можем, именно измеряя в области наглазничной артерии, посмотреть, как питается наш мозг в разных положениях тела, поскольку мы измеряем как раз те артерии, которые питают наш головной мозг. Также стоит сказать, что эти представленные носимые холометры позволяют расширить возможности исследования микрокровотока и помогут врачам уже производить мониторинг параметров перфузии крови, в том числе и в присутствующих протоколах, допустим, в дополнение при холтеровском мониторировании, и могут быть использованы для разработки новых протоколов исследования с различными функциональными пробами, в том числе данный метод может быть внедрен в фитнес-трекеры, либо прочие умные часы для каких-то открытий новых диагностических возможностей данных устройств и для выявления изменений в действительности системы уже у большого количества людей на постоянной основе. Выражаем благодарность волонтерам, которые приняли участие в экспериментах. Данное исследование было выполнено при финансировании Российского фонда финансальных исследований. Немного информации об представляющем авторе. На этом мой доклад окончен. Спасибо за внимание. Готова ответить на ваши вопросы.